В последние несколько лет мы активно занимались обновлением рыбохозяйственного комплекса, ввели новую систему государственной поддержки, я имею ввиду квоты на инвестиционные цели. Их со следующего года смогут получать организации, которые вкладывают деньги в строительство современных рыбопромысловых судов. На сегодняшний день на стадии проработки находится порядка 40 контрактов на строительство рыбопромысловых судов и 15-20 рыбоперерабатывающих заводов. Из них порядка 15 судов и 10 заводов это на дальневосточном бассейне. Мы даже не дожидаясь постановления уже заложили 3 келя на судостроительной верфи «Янтарь». Уже в этом году первое судно будет спущено на воду. В целом по России рыбная промышленность развивается в последние годы неплохо. Вот мы посмотрели местное предприятие «Соловьевка», оценили как все устроено, как идет процесс переработки рыбы, какие есть перспективы, кто является потенциальными заказчиками, покупателями. В этом году общий вылов превысил 3 миллиона тонн. По стране это почти на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя, я напомню, в прошлом году был рекорд за последние 20 лет. Также почти на 30% вырос и экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это около 80% рыбы и рыбопродуктов, которые попадают на стол к российским потребителям, теперь уже российского производства. Цены на рыбу и морепродукты более или менее стабильны. Индекс потребительских цен на них в июле этого года, к декабрю прошлого года, вырос приблизительно на 1,5%. Нужно, конечно, и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков.